Опасно для жизни. В Николаеве, несмотря на запреты чиновников, жители уже который год купаются в запрещенных водоемах, альтернативы у них нет. Кто и чем загрязняет воду, разбирались мои коллеги. Берег реки – одно из излюбленных мест отдыха жителей Николаева, а для большинства детей еще и самый доступный отдых на летних каникулах. Ребята резвятся в воде, на перегонки плавают с друзьями и даже не подозревают, что в местных водоемах купаться не рекомендуют. Но люди к страшилкам экспертных служб уже привыкли. Я читал в интернете, что намыв самое загрязненное место. Ну, смотришь, чтобы рот не открывал. И все. И, конечно, старается, чтобы поменьше было в воде, но без воды же целое лето это практически невозможно. Ну, как водичка? Хорошая, теплая. Не плавает ничего лишнего. Александр отдыхать на берегу любит, но заходить в воду не решается. Я проходил здесь, были такие, ну, бурны. Здесь брошена была труба, когда-то старая еще, лет 30 тому назад. Вот. И вот в районе этой трубы я видел бурны такие и вонь. Это канализация, то есть, ну, тут спутать уже нельзя никак. На прошлой неделе в Николаевских СМИ сообщили, что в районе этого пляжа зафиксировали превышение показателей кишечных палочек в 5000 раз. Это показатель, который говорит про коммунально-побудовое забруднение воды, житлово-господарскими источными водами. Ну, это фактически фекальные скидки. Это та канализация, которая не очищена, потрапляет до апватории. Последние замеры обнадеживают. Индекс отклоняется от нормы только в 50 раз, но у людей своя версия происходящего. Михаил рассказывает, следы канализационных стоков появились с началом ремонтных работ на одном из городских коллекторов. Несколько раз в сутки, по мере наполнения их котлованной нечистотами, они их выкачивают на дороге. И в районе железнодорожного моста у центральной проходной ЧСЗ эти стоки попадают в линевую канализацию. Но поскольку часто я езжу и на берег на Намыв, провожу там свое свободное время, заметил такое закономерие, что как только они производят эти сбросы, спустя полчаса, там, 40 минут времени, начинается бурление этой аварийной трубы. После того, как о ситуации со стоками в реку начали активно писать журналисты, местные коммунальщики наконец-то обратили внимание на проблему. Марина Михайловская, Сергей Ермаков, телеканал Интер, подробности, Николаев. Марина Михайловская, Сергей Ермаков. Продолжение следует...